Привет! Мы взяли 100 долларов и купили на эти деньги кучу вот таких лотереек, которые надо стирать монеткой. Также мы взяли еще 100 долларов и на них купили аналогичные лотереи, но только в соседней Польше. Таким образом мы посмотрим, в какой стране можно выиграть больше денег на лотереи. Как думаете, сколько мы заработаем? Я пообещал Куке и Стёпе, что если мы выиграем хорошую сумму, то сразу едем на море. Что ж, нам уже не терпится постирать лотерейки в поисках заветного джекпота. Первыми будут украинские билеты. Все очень просто. Вначале мы стираем поля с выигрышными номерами. В нашем случае это 4 и 3. И потом стираем остальные номера. Если мы найдем среди них тройку или четверку, то мы выиграли ту сумму, которая написана под ними. Так, что-то ничего не совпадает. И на первом билете мы ничего не выигрываем. Ладно, берем следующий билетик и тут... тоже ничего. Потом еще раз ничего и еще раз. Но после стольких неудач нам улыбается удача и мы выигрываем целых 10 гривен. Хотя сам билет стоит точно столько же. Ладно, едем дальше. Еще много билетов. Всех их мы показывать не станем, так как это будет очень долго. Но потом мы выиграли еще 10 гривен. И еще 40. Выигрышев стало больше. И в конце видео мы все детально подсчитаем. Уже начали болеть пальцы от этих стираний. Потом мы взяли следующий вид лотереи, в котором нужно играть по такому же принципу. И сразу же у первой лотереи мы выиграли целых 20 гривен. На этом виде лотерей мы уже в плюсе. Потом были еще выигрыши. Как и проигрыши. Дальше мы взяли лотерею колесо удачи, которая стоила уже не 10, а 20 гривен. Принцип все тот же. Стираем центральные номера и ищем такие же по кругу. На первом билете мы не выиграли ничего. Но уже на втором мы сорвали куш в целых 100 гривен. Офигеть! Потом мы сорвали еще 40 гривен. У нас накопилось немало выигрышных билетов. Дальше пошла еще вот такая лотерея с золотым сейфом. Ты смотришь на выигрышную комбинацию и ищешь в сейфе такую же. Офигеть, ребята! В одном из сейфов оказалось целых 200 гривен. А потом еще 20. Теперь у нас остались самые царские лотерейки стоимостью по 50 гривен каждая. Это вот такая большая пирамида. Вверху находились выигрышные номера, а внизу надо было найти такой же номер. Но в первом билете совпадений мы не нашли. Как и в двух остальных. Нифига не выиграли мы на этих пирамидах. Не связывайтесь с пирамидами, ребята. Гиблое дело. И последний шанс украинских лотерей это две вот такие крутые черные жемчужины. Чтобы выиграть приз, который написан справа, надо, чтобы в кружочек слева попались 4 одинаковых символа. Так, мешочек с деньгами. Мешочек с деньгами. Блин, сундук. Если б не он, то мы бы выиграли 500 гривен. Во втором билетике также ничего не попадалось. Но в последнем поле мы можем выиграть целых 2 миллиона. Но поехали, сундук. Блин, не поддались нам 2 миллиона. Что ж, украинские билеты закончились. Есть много проигрышных, но и много билетов, которые принесли нам деньги. Степе уже не терпится полежать на пляже. Но ведь у нас есть еще и польские лотерейки. Там вроде как Европа, контроль. И я имею надежду, что там мы сможем выиграть еще больше. На этой карточке нам надо найти в полях изображение пачек долларов. Чем больше пачек мы найдем, тем больше денег заберем. Попадается что угодно, только не доллары. Но внизу первого билета мы находим первую пачку. И выигрываем 2 злотых. В конце видео мы конвертируем все валюты в доллары, и вам будет понятно, сколько денег мы заработали, а сколько потратили. Дальше мы нашли целых 2 пачки долларов в одном билете. А потом целых 3. Офигеть, мы будем богаты. Только на этом виде лотереи к нам попали из 4 проигрышных и 4 выигрышных билетов. И мы идем в плюсе. Берем билетики за 5 польских злотых, и сразу же выигрываем 10 злотых. А в следующем билете еще 5. Теперь берем билеты для пенсионеров под названием экстра пенсия. И уже на втором билете срываем приз в 20 злотых. Через пару билетов еще 10. Мы трем уже почти 2 часа. Пальцы все гудят. Скоро уже монетка сотрется. Пробуем различные билеты. Мы то выигрываем, то проигрываем. Уже сами не понимаем, в плюсах мы или в минусах. В перерыве распечатали посылки из Китая для одного из следующих видео. Берем билетики 3 семерки. Если в одной строке будет хотя бы одна семерка, то мы выиграли сумму за эту игру. И на третьей строке одного из билетов мы получаем еще 30 злотых в копилку. Дальше мы взяли 4 вот таких крутых билета. И на трех из них мы ничего не выиграли. Но на четвертом нашли целых 100 польских злотых. Это больше чем 20 долларов только с одного билета. И настало время подсчитать, сколько мы наварили на этих лотерейках. Для начала считаем украинские выигрыши. Их там очень много, но суммы не такие уж большие. В польских лотереях выигрыш их меньше, но их суммы побольше. Берем калькулятор и подбиваем. Итак, момент истины. С украинских лотерей мы получили целых 970 гривен. Быстренько переводим в доллары. И это всего 39 американских долларов. Да, а закупили-то мы украинских лотерей на сотню. Вся надежда на Польшу. И тут у нас 263 злотых. А точнее 67 долларов. Уже получше, но все равно получается, что и там, и там мы ничего не заработали. В европейских билетах, конечно, шансы получились получше. Но все равно все достаточно плохо. Мы даже не отбили свое. Все пропало, Куки. Не едем мы ни на какое море. Ну не расстраивайся ты. Главное, что мы показали ребятам, что, наверное, не стоит тратить деньги на лотереи. Шансов выиграть там гораздо меньше, чем проиграть. Эх, идем лучше снимать следующие видео.